Виктор Драгунский. Слон и радио. Есть на свете такие маленькие радиоприемнички. Они поменьше настоящих, величиной с папиросную коробку. И антенна у них выдвигается. Ох, сильно дает! На весь квартал слышно. Замечательная вещь! Эту вещь моему папе друг подарил. Приемник называется транзисторным. В тот вечер, когда нам его подарили, мы все время слушали передачи. Я с ним здорово научился управляться. И антенну то убирал, то выпускал, и все колесики вертел, и музыка звучала непрерывно и громко, потому что я к этому делу способный, чего уж так говорить. А в воскресенье утром была прозрачная погода. Солнышко светило вовсю, и папа сказал прямо с утра. Давай ешь побыстрее и махнем с тобой в зоопарк. Давно что-то не были, одичали совсем. От этих слов мне и вовсе весело стало жить. Я быстро собрался. Ах, люблю я ходить в зоопарк. Люблю смотреть на маленькую ламочку и представлять, что ее можно взять на руки и гладить. И у нее по-сумасшедшему стучит сердце. И она взбрыкивает стройными ловкими ножками. И кажется, что сейчас больно ударит. Но ничего, дело как-то обходится. Или тигренок. Тоже хорошо бы взять на руки. А он смотрит на тебя ужаснувшимися глазами. Душа в пятки ушла. Боится дурачок. Наверное, думает, вот, мол, мой смертный час пришел. А еще хорошо в зоопарке стоять перед загоном зубра-бизона. И думать про него, что это ожившая гора, на которой высечено лицо задумчивого старика. А ты стоишь перед этой горой и весишь всего-то 25 кило. И рост только 98 сантиметров. И пока мы шли, я всю дорогу думал разные разности про зоологический сад. И шел смирно, не скакал. Потому что в руках у меня был транзисторный радиоприемник. В нем журчала музыка. Я переводил его с одной станции на другую, и настроение у меня было самое распрекрасное. А когда мы пришли, папа сказал. К слону. Потому что слон был у папы самый любимый во всем зоопарке. Папа всегда ходил к нему первому, как к царю. Поздоровается со слоном, а уж потом отправляется, куда глаза глядят. И на этот раз мы поступили так же. Слон стоял, как войдешь с правой стороны, в отдельном уголке, на пригорке. Уже издалека было видно его громадное тело, похожее на африканскую хижину, стоящую на четырех подпорках. Огромная толпа народа стояла у его загородки и любовалась слоном. Было видно его симпатичное, как бы улыбающееся лицо. Он шамкал треугольной губой, покачивал шишковатой головой, шевелил ушами. Я сейчас же быстро протолкался сквозь толпу к нашему Шанго. Его звали Шанго. Он был сыном индийского слона Махмуда. Так было написано в специальной дощечке возле его загородки. Папа протиснулся вперед и крикнул. «Доброе утро, Шанго Махмудович!» И слон оглянулся и обрадованно закивал головой. Мол, здравствуйте, здравствуйте, где это вы пропадали? И окружающие посмотрели на папу с улыбкой и с завистью. Мне тоже, честно говоря, стало здорово завидно, что вот слон ответил папе. И мне тут же захотелось, чтобы Шанго и меня дарил своим вниманием. И я громко закричал «Шанго Махмудович, привет! Смотрите, какая у меня вещь!» И я поднял высоко над собой папин транзисторный радиоприемник. А из приемника текла музыка. Он играл разные советские песни. И Шанго Махмудович повернулся и стал слушать эту музыку. И вдруг он высоко задрал свой хобот, протянул его ко мне и неожиданно и ловко выдернул у меня из рук эту несчастную машинку. Я прямо остолбенел. Да и папа тоже. И вся толпа остолбенела. Наверное, думали, что будет дальше. Отдаст, трахнет озим, растопчет ногами. А Шанго Махмудович, видимо, просто хотел музыку послушать. Он не стал ни бить приемник, ни отдавать. Он держал приемник и все. Он слушал музыку. И тут, как назло, музыка замолкла. Наверное, у них там был перерыв, не знаю. Но Шанго Махмудович продолжал прислушиваться. Вид у него был такой, что вот он ждет, когда же приемник заиграет. Но ждать, видно, нужно было долго, потому что приемник молчал. И тут, вероятно, Шанго Махмудович подумал так. Что за бесполезную штуку я держу целую вечность в хоботе? Почему она не играет? Ну, интересно, какая она окажется на вкус? И, недолго думая, этот бедовый слон сунул мой шикарный приемник прямо себе под хобот, свой обросший войлоком рот. Да не проживал, а просто положил, как в сундук. И, будьте здоровы, слопал. Толпа дружно ахнула и оцепенела. Ослон оглядел эту потрясенную толпу с довольно-таки нахальной улыбкой и вдруг сказал придушенным голосом. «Покинаем производственную зарядку!» И... И из него зазвучала какая-то бурная музыка. Тут все сразу покатились с хохоту. Просто животики надрывали, стонали от смеха. Из-за этого дикого шума уже не слышно было никаких звуков. Слон стоял совершенно спокойно. Только в глазах его горело плутоватое выражение. А когда все стали потихоньку затихать, из слоновьего рта снова раздался чуть приглушенный, но отчетливый голос. «Подскоки на месте! Раз, два, три, четыре!» А в толпе, между прочим, было очень много мальчишек и девчонок. И когда они услышали про подскоки, так прямо завизжали от радости. И не откладывая в долгий ящик, сходу включились в это дело. Раз, два, три, четыре! Они здорово скакали. И визжали, и орали, и выкидывали разные коленца. Еще бы! Кому же неохота поскакать под слоновью команду? Тут всякий заскачет. Лично я заскакал в ту же секунду. Хотя я прекрасно понимал, что кому-кому, А мне тут меньше всех надо скакать и радоваться. Мне, скорее всего, надо было плакать. Но вместо этого я, знаете, подскакивал, как мячик. Раз, два, три, четыре! И выходит, что у меня же стянули радиоприемник, И я же от этого удовольствие получаю. Между тем занятия все продолжались. И слон перешел к следующему упражнению. Держать в кулаки махательные и толкательные движения. Раз, два, три! Ну, конечно, тут началось все это представление. Просто чемпионат Европы по боксу. Некоторые мальчишки и девчонки совершенно серьезно вошли в аппетит И давай так друг друга волтузить, что только перья полетели. А одна проходящая мимо бабушка спросила у какого-то старичка. Что здесь происходит? Что за драка? И он ответил ей шутливо. Обыкновенное дело! Слон физзарядку проводит с населением! Бабушка только рот раскрыла. Но тут Шанга Махмудович вдруг замолчал. И я понял, что мой приемник все-таки сломался в его животе. Конечно, попал в какую-нибудь слепую кишку и прощай навек. В эту же секунду слон посмотрел на меня и грустно покачивая головой, но с большим намеком пропел. Помнишь ли ты, как улыбалась нам счастье? Я прямо чуть не заплакал от горя. Помню ли я? Еще бы! Еще секунду, и я бросился бы на него с кулаками. Но тут возле него появился человек в синем халате. В руках у него были веники, штук пятьдесят или больше. И он сказал слону. Ну-ка, ну-ка, покажи-ка, что у тебя играет. А то только тихонько, тихонько. А я вот тебе веничков принес, на-ка, покушай. И он разбросал веники перед слоном. Шанга Махмудович очень осторожно положил у ног человека мой радиоприемник. Я крикнул, ура! Остальные кричали, бис! А слон отвернулся и стал жевать веники. Служитель молча подал мне радиоприемник. Он был теплый и заслюнявленный. Мы с папой поставили его дома на полку. И теперь включаем каждый вечер. Как звучит! Просто чудо! Приходите послушать! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok